Армения Армения удивительная страна. Это, пожалуй, единственное государство в мире, где за поражение в войне на погоны военным падают новые звезды, где проигравших награждают медалями и двигают по карьерной лестнице. И дело тут не только в генерале Аршаки Карапетяне, которого Серж Сарксян в 2016 году изгнал из армии за поражение в Апрельской войне, и который, будучи военным советником уже Пашиняна, не смог спасти армянские войска от разгрома в 44-дневной войне, но тем не менее был назначен министром обороны Армении. Нет, дело тут в системе. Вот, например, вчера президент Армении Армен Саркисян вписал указы о ряде назначений в структуре вооруженных сил. Наше внимание привлек тот факт, что Гарик Мавсисян переместился из кресла начальника штаба, заместителя командующего войсками ПВО, в кресло начальника управления войск ПВО. И это как раз тот самый случай, о котором мы говорили в самом начале. Потеряв всю систему армянской ПВО в Карабахе, Мавсисян не только не понес никакого наказания, но даже был повышен в должности. В дни войны именно Мавсисян курировал ПВО в Карабахе. Но под конец войны курировать было уже нечего. То, что не было уничтожено, пополнило список трофеев. И вот вчера он получил должностное повышение. Парадокс, конечно. Но тут важно отметить еще один важный момент. Выбора особого у Никола Пашиняна нет. Подавляющее большинство генералитета, в противостоянии премьера с бывшим начальником генштаба Гаспаряном, поддержала последнего и потребовала отставки главы правительства. И теперь Пашинян избавляется от восставшего против него генералитета. А кем их заменить? Профессионалов-то в армянской армии нет. Вот и приходится назначать на высокие должности военных, ориентируясь не на их профессиональные качества, а на лояльность. Пусть даже если речь идет о таких лузерах, как Мавсисян. Надеюсь, вам понравилось этот ролик. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.